Это то, что в эфире. Вот уже второй выпуск хорошего, свежего, испеченного, такого смачного проекта. Друзья MusicMarketLife, и мы приглашаем всех любителей творчества «Змея» и не только хорошей музыки для того, чтобы проводить этот вечер вместе. Меня зовут Марина Савицкая. Нас точно ожидают сегодня и много хороших композиций, и разговоров. Кстати, вопросов от вас тоже, будем надеяться. И, ко всему прочему, у вас есть возможность узнать промо-код на скидке MusicMarket. Пользуйтесь! Команда «Змея», добрый вечер вам. Добрый вечер всем друзьям по ту сторону линзы. Есть предложение. Давайте немножечко всех уже углубим вот в эту нашу атмосферу. Я думаю, что последнее время для музыканта, в принципе, было таким особенным. И поэтому, Зоя, я, наверное, тебя сейчас попрошу представить всех музыкантов и рассказать все-таки, с каким цветом характеризуется, да, ассоциируется на сегодня каждый участник вашей группы. Цветом? Да-да-да, кто какую черту привнес, какой цвет. Да, именно цвет. Никогда об этом не задумывалось. Ну вот у нас из самых свежих кровей в нашем ряду Сергей Габец. Правильно твою фамилию назвала? Ну, господи, выучила. Пускай он будет рыжий, как его борода. Санчес. Ну, Санчес у нас цвет какой бы нам? Пусть цвет будет лысый. Ну, такого цвета не бывает. Кожаный, значит, у него будет кожаный цвет. Попивковый. Очень красивый цвет. Очень, да, красивый цвет и съедобный. Его можно есть. Я сама себя не знаю. У меня красный, наверное. Вот как-то в этом сезоне. Хорошо, первая композиция с... Первая композиция с каким цветом будет ассоциироваться? И что это будет? Это у нас будет интро, пусть оно будет зеленым. Волк. Если честно, если честно. Нет. Интро играем, ребят. Нет, если честно. У нас первый эфир, видишь, за такое долгое время уже первый спор. Это замечательно. Если честно, хорошо. Прими меня. Прими меня такой, как есть. А на двоих проблем не счесть. Так и есть. Странный сон. Я, словно, стала тяжелее. Наверное, нужно быть смелей. Нужно жить быстрее. Но, если честно, если честно, Мне вдруг стало очень тесно. В четырех стенах. В четырех стенах. Мне так срочно нужен воздух. Любовь совершенно повод, Чтобы выйти на... Чтобы выйти на волю. Точный сон. Так не хватает точных слов. В момент атаки без оков. Быть без дураков. Все как бы. А с этим троплем земли. Вернуться будет всем трудней. Сверху там видней. Но, если честно, если честно. Мне вдруг стало очень тесно. В четырех стенах. В четырех стенах. Мне так срочно нужен воздух. Любовь совершенно повод, Чтобы выйти на... Чтобы выйти на волю. Если честно, если честно, Мне вдруг стало очень тесно. В четырех стенах. В четырех стенах. Мне так срочно нужен воздух. Любовь совершенно повод, Чтобы выйти на... Чтобы выйти на волю. Пошли во вкус Наверное, вошли во вкус Кто будет первым, будет трус Этим не горжусь Возможно, встать Всего лишь только нужно встать Под ритмом хорошо в одном собрать И заново начать Если честно, если честно Мне вдруг стало очень тесно В четырех стенах В четырех стенах Мне так точно нужен воздух Любовь совершенно повод Чтобы выйти на Чтобы выйти на бою Если честно, если честно Мне вдруг стало очень тесно В четырех стенах В четырех стенах Мне так точно нужен воздух Любовь, совершенно повод Чтобы выйти на, чтобы выйти на волю Спасибо Спасибо Надо сказать, что у вас же очень приятный фон В том числе, почему вы сегодня заболеете Это потому, что это скоро День рождения Сначала здесь, потом в другом месте Вот про концерт давайте поговорим чуть-чуть Да, у нас будет концерт 17 октября Приурочено к дню рождения группы Объясню, почему такие варьируются даты У нас каждый год они где-то приблизительные Где-то в этих числах Где-то давно, еще 21 год назад Когда я заранее отмечала свой день рождения Говорят, что заранее день рождения отмечать нельзя К несчастью Но вот я отмечала заранее И познакомилась с группой Тогда еще не за меня, это была группа Это была Черное солнце Как вы там назывались? Магнезия Разве вы назывались? Вы назывались какое-то Черное солнце Пустыни Это была песня Это песня была? Короче, они меня пригласили в эту группу Я отмечала свой день рождения Глубоко заранее За 19 дней до своего дня рождения Пришел Брович Тогда наш басист, который у нас играл столько времени И он привез с собой вот его Он тогда был волосатый И они меня пригласили играть на бас-гитаре У них в группе тогда И до моего дня рождения Как бы официального, паспортного, так сказать Где-то незадолго до этого времени Мы встретились первый раз для обсуждения Как бы моего статуса в группе Я должна была быть с гитаристкой Играть на басу Потому что я тогда на тот момент играла в одной команде В нашей школьной ВИА Психоз в группах Они, кстати, не существуют Нет, они перевновались в группу Ты приходишь к ним на вечеринке посмотреть? Психозу? Да Нет вечеринок Нет, я просто... Мы этот раз собрались Мы их позвали на концерт нас Помнишь? У нас был концерт Церинов, Психоз и мы Как раз перед сооружением Это было так давно Мы сделали совместные концерты Это такие, как встреча бывших школьных друзей Такое произошло У них просто своя дорога У них свой стиль У них ушли свои дебри Поэтому немножко по разным путям Но мы всегда с ними здороваемся В магазине А что вы покупаете в магазине? Мне просто интересно, что он покупает в магазине Я пришел за батоном А Дэвид пришел за минералкой Минералка где продается? Привет, привет Это уже на утро, да? Я так понимаю, что минералка Такое ощущение, как будто мы живем в разных реальностях Но неплохо Да Это к слову к тому Про день рождения Да, про день рождения То, что мы отмечаем Ее каждый год У нас дата варьируется от 2 октября до 21 октября То есть люди привыкнете к этому Это у нас нормально Это у нас так делается Мы так можем Мы себе позволите Это наше все Хорошо 15 октября сегодня мы здесь Music Market 17 у вас концерт TNT Rock Club Да Что будет между? Минералка? Батон? Завтра в суд А так? Нет, всего лишь один день разделяет на наш концерт сегодняшний и субботний А так нормально Выдохнусь Но я буду надеяться, что все-таки в полном составе Да, мы встретимся в субботу Надеюсь, все доберемся до дома Да Следующую композицию тоже там будете исполнять, да? Ожидать? Да, грибы Грибы будут Как же без? Без грибов Воспринимать действительность Да Полон загадок причуд Сказочный древний лес В нем не сосчитай чудес Волшебных зверей Колючие ветви в лицо Не стоят того грибы А выход пойди найди Без единой двери У-а, 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 у-у... Шикальду, ю-шикальду У-у-у-ау-ау, у-у-у, щиколдую-щиколду У-у-ау-ау-ау, у-у-у, щиколдую-щиколду У-у-ау-ау, у-у-у, щиколдую-щиколду На пятые сутки со мной заяц заговорил Я смысл не уловил, он там что-то курил Колючие ветви в лицо, листой от того грибы А выход пойди найди, без единой двери Уа, 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 уу, щикалду, чикалду Уауа, уауа, уу-уу, щикалду ю, щикалду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сверно. Единственное, что наши зрители пишут про то, что звук отличный. Единственное, что немножко отстает от видео. В данном случае у нас есть предложение прийти на концерт 17-го, и там точно все будет синхронно. Да-да-да, все будет синхронно. Как вариант. Но хотя звук радует определенно. Но будем надеяться, что и этот момент мы сегодня вырулим. Есть еще вопрос от Полины. Зоя, почему сегодня без сменки? Это вросло в ноги. Бахилы. Сменка. Имеется в виду чешки? Ну да, в принципе, вы знаете, в музыкальные залы всегда обычно чешки одевают. Не знаю почему. Белые или черные? Чешки? Девочки белые, мальчики черные. Ну вообще, мне кажется, без разницы какие. О чем мы вообще говорим? О том, что интересует наших зрителей сегодняшних. Бесменки. Так на улице холодно, ребята, вы что? Да-да-да. Я сижу, у меня вон сквозит. Сифонит мне тут, понимаете, по ногам. Кстати, о птичках. Вы же достаточно часто в свое время, я помню, что по весне так точно, делали стримы. В Инстаграме, в частности. Вот что-нибудь такое сумасшедшее оттуда, помните? Я помню, например, как мы какую-то одну строчку очень долго все вместе хором вспоминали. Я не помню, что это было. Это была какая-то песня, по-моему, даже наша, наверное. Нет, не Радюбри, наверное, песню. Мы пытались что-то воспроизвести. Да, дико было, конечно. Мы детей спать укладывали. Вы представляете, это почти час ночи. Мы играли вживую, реально, со звуком. Мы, кстати, обклеили наши стены в комнате такими звукоизолирующими поролончиками, такими сисястыми, чтобы слышно не было. Но ни один сосед не пожаловался. Никто не сказал, что мы кому-то мешаем спать. Хотя когда-то там был момент, когда на гитаре мы играли. Давно-давно соседка приходила, говорила, извините, время, пора спать. Ну, а так никто не жаловался. Вы мне предлагали взамен колыбельную какую-нибудь спеть в этот момент, чтобы... Нет, они потом узнали, с кем они живут, поэтому вопрос отхвали. Извините, извините. Смирились. Мы просто не в курсе были. Мы думали, что какие-то пьяницы в церкви там где вошли. А это музыканты, ладно. Что с ним взять, музыканты? А дети как ваши реагируют на всю эту историю? Когда дети маленькие, они очень ревниво относятся, когда мы музыкой занимаемся. То есть что старше, что младше. Начинаем петь. Нет, пошли со мной играть или еще что-нибудь. Старшая выросла. Когда вот у нас второй появился, еще был в животе, там старшая все очень переживала. Говорит, я очень переживаю, чтобы вы только музыку не забросили. Я говорю, почему? Что тебе уже вдруг резко понравилось, что мы там музыкой занимаемся, что мы постоянно на репетиции едем, тебя вечно бросаем на бабушку с дедушкой или на соседей. Наши соседи там старшую нашу растили, когда мы переехали на квартиру новую. Он говорит, нет, просто я так подумала, что вот у всех родители такие обычные, а вы такие особенные, я бы не хотела этого терять. И он такой, так приятно стало. А мелкие, он когда песни знает, он слушает. Но если вдруг какая-то там фальш или какая-то неинтересная песня, какая-то занудная, он все сразу начинает психовать, то есть можно по нему определять, песня классная будет или нет. Вот если какая-нибудь забойная, типа Аля Грибов, там какие-нибудь такие вот ритмичные песни, вот детям очень нравится. А занудные, затяжные всякие, они реагируют. Ну, по ним можно определять, они как градусники. А, психуешь, ладно, все, не покатит. Какая реакция у них, скорее всего, была бы на следующую композицию вашу? А, у нас мама там следующая. Мелкий, кстати, очень ее выучил наизусть. Как и, в принципе, границ песню. Очень ему нравится, он ее там подпевает. Ему нравится фраза «задевай ногами облака». Он еще в три года ее выучил. Он не особо сильно понимал ее смысл, но вот ему вот это «задевай ногами облака» — это просто что-то сказочное. Ему очень впечатливо. Я так предполагаю, что, скорее всего, они сочинения по литературе в свое время будут очень красиво писать. Не факт. Не факт. Мы посмотрим. Я надеюсь, конечно, потому что я в школе сочинений всем писала. Как показала практика, не зря. Мама? Мама. Бросит, бросит все и бежать до гонку. Мир начинает, как всегда, потихоньку. В красках тускнеть, где был огонь, дверь. Кажется, что только с тобою Все не так, и ты, как изгой, но Не дождутся, как ты, не сдаются. Мама, мы здесь. В этом что-то есть. В том, что мы здесь. Такие, как есть. В джунглях города все мы в потоке. Так охотно хапим пороки Жить одним днем Это синдром Мир кружится, и мы вдогонку Окунемся в эту воронку Раз уж мы здесь Такие, как есть. Мама, мы здесь В этом что-то есть. В том, что мы здесь Такие, как есть. Мама, мы здесь В этом что-то есть. В том, что мы здесь Такие, как есть. Такие, как есть. Раз уж мы здесь такие, как есть 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 Мама, мы здесь, в этом что-то есть В том, что мы здесь такие, как есть Мама, мы здесь, в этом что-то есть В том, что мы здесь Такие, как есть Такие, как есть Раз уж мы здесь Такие, как есть Раз уж мы здесь Такие, как есть Что-то есть, чтобы Посмотреть сейчас на экран Вы видите промокод Запомните, а лучше запишите Потому что он дает право на 10% Скидку при покупке на сайте MusicMarketBuy в ближайшие Две недели. Есть небольшие ограничения Они сейчас указаны на экране Кстати, в MusicMarket Много инструментов для школьников и студентов Если еще не приобрели И к новому учебному году То скидочка будет весьма кстати А мы тем временем возвращаемся И весьма кстати К творчеству группы Змеян Хорошо Вы помните какой-нибудь совет Которые, возможно, матери вам давали Если мы уже затронули, да, эту тему Или, может быть, где-то еще, там, я не знаю Школьные товарищи Преподаватели по вокалу В музыке Там что-нибудь в таком духе Какое-нибудь ЦУ для музыкантов Может быть, которое со временем Стало вашим кредо Единственное, что у меня мама говорила Что она была очень против того Чтобы я становилась артистом Потому что Она говорила, что они все бессовестные Почему? Не знаю Вот это у нее такое вот было А я подумала А я вопреки Мне вот как-то повредничало походу Ломать стереотипы, мне кажется, что вообще Это очень сильно твоя история Потому что и в этом случае мы видим И в случае с отмечанием днюх Немножечко заранее, да? Ну да, там какая-то вообще Мне кажется, это все стереотипы Это все чушь Потому что даже как-то вот с Вовой Да, вот, к примеру, мой муж Те же знаки зодиака Я петух, он обезьяна Несовместимый Я весы, он кто-то там козерог Несовместимый То есть бегите от него Он вам жизнь всю испортит Ну вот как-то так Тринадцатое число Не приносит мне неудачи Все как-то наоборот Все вопреки Все не по стандартам А Вова что-то задумался? Я просто думал, когда она сравнила У меня, ты знаешь, что Я тебе раскрою секреты Об этом просто не знал У меня там дома была какая-то книжечка С этими С знаками зодиака Вообще, честно Я никогда не углублялась Но когда мы с ним познакомились И Да, я решила проверить Мы там совместимы с ним Ти как, ти что Обязали, что Бегите от него прочь Вообще Вот просто не оглядываясь Обезьяна всегда будет издеваться Над петухом Там что-то такое Вот я помню Мне въелось в голову А по поводу По поводу ЦУ Учителей Нет, это я Сергею объясняю Какую следующую песню играть Покрывальщик А по поводу ЦУ У меня была такая Замечательная преподавательница К сожалению Я не помню имя Она вела у нас предмет Такую интересную астрономию И она тогда Очень много внимания Мне уделяла Она мне многое прощала Я этим пользовалась И она мне так и говорила Что Блин, говорит Зоя, ты такая талантливая Ты такая Ну вот Красивая, умная Мозгов бы тебе еще побольше Кто с чем замечательный человек был Вот Ну вот Пропадает талант Куда ты его губишь? Бегаешь там с этой гитарой по дворам Прикольно, что помнишь это еще Да, да Ну она просто Очень такая яркая личность была Она мне очень запомнилась Как преподаватель по математике Как учитель У нас он провел, наверное, год только один Учитель истории Беларуси Он очень ярко и красочно описывал все события У него всегда БЧБ на столе стоял Еще тогда Потом его сняли По политическим убеждениям Со школы его уволили И Ну как-то так все пошло рутинно А вот такие учителя, которые Не заглядывая в учебник Рассказывали так, как будто бы Они сами это пережили Даже ту же математику, биологию, историю Это было всегда так С таким захоплением Вот как на русском это слово С восхищением Вот слушаешь, да И Это запоминается, конечно И те слова, которые они говорят Ну вот Сейчас просто сходу с лету не вспомнишь Так вот по щелчку Но воспоминаний приятных много Знаете, что еще интересует зрителей Которые находятся на канале Music Market by Да Они спрашивают, будет ли торт Торт? Да В TNT Торт в TNT Внутри с С человеком? Это уже как пойдет Торт Ну, кстати, идея хорошая Да Ну, во всяком случае Мы подготовили мерч Который мы, кстати, хотели бы Подарить тебе И музыкальному магазину Ой, спасибо Это приятно Это мы сделаем, может быть Так, подожди Вот Класс Слушайте И музыкальному магазину передать Это просто Где музыкальный магазин? Музыкальному магазину мы здесь оставим Спасибо, да Это очень здорово Все Это фраза, кстати Знаешь Опять-таки Мой преподаватель По музыке Виктория Передаю привет Если она нас смотрит Она Причесала мне мозги За последние лет Так, несколько Очень серьезно Просто таким Редким гребешком И Придя к ней на Занятия Перед тем Как поехать на запись Песни О, боже мой Ну, неважно Короче Придя Буквально Перед записью песни Я пришла И она говорит А что там у тебя с текстом? Давай, почитай мне Я читаю Она говорит Ну, у тебя же здесь Вот какая-то какашка Тут вот Тут вот Недоработка И я встала И вот, знаешь Вот Смотрю в окно Мы тогда еще занимались Напротив ЦУМа Стою вот Прямо Вижу Дорога бежит Там все Как-то эта фраза Она ко мне так вот Пришла Смелым завидует Боги Она туда вписалась И так колоссально Изменилась Весь смысл песни Что мы решили Ее вставить Вот В мерч И была такая история Как-то я поехала Без машины В город И обратно Поехала на маршрутке Села к водителю спереди И Держась за поручень Там пристегнулась Он говорит Что ты вы как это нервная Я говорю У меня просто синдром Второго водителя Я не могу Ну, так как вы ездите Это Ну, я просто Немножко помолчу Он говорит Вы ездите Там ля-ля Там слово за слово И говорит А я вот езжу Вожу машину Уже 20 лет Хотелось бы что-то изменить Но Ну, я как-то не решаюсь Говорю Вы знаете Ну, вы же Не дерево Ну, встаньте И пойдите туда Куда вам нравится В конце концов Говорю Смелым завидуют Боги Это была свежая Моя фраза Я ее везде бичкала Он такой Прямо что-то тормозил Говорит Что вы сказали? Я такой Смелым завидуют Боги Ой, какая фраза Я такой Не зря Не зря Все хорошо Так а откровенно так сегодня будет? Откровенно так будет 17-го Сегодня не будет А я без микрофона слышна вообще? Лучше микрофон Да Хорошо, в 17-м все понятно Что будет сейчас? Непринужденно Начни со мной утра Сделай вид Как будто все хорошо Так важны чувства И ни одна ложь не проканает Об этом любая собака знает Веришь Эй Не надо сразу Эй Кидать мне фразы Эй Зачем так сложно? Эй Молчу тревожно Ты же мой космос Помню я образы Запах и волосы До самых плеч Падали звезды Время бежим Не обязательно Занес бежим Путь Звуки музыки Адренали В танце горит Эй В танце горит Непринужденно Непринужденно Плавать в молчане Жить ожиданием Я не могу Ты знаю, желаешь Каждый мечтой Нашидать зеленый Петь подождем Вдыхать зеленый Вдыхать зеленый Воздух Эй Не надо сразу Эй Кидать мне фразы Эй Зачем так сложно? Эй Молчу тревожно Не остановится Время бежим Не обязательно Занес бежим Путь Звуки музыки Адренали В танце горит Эй В танце горит Не остановится Время бежим Не обязательно Занес бежим Путь Звуки музыки Адренали В танце горит, эй, в танце горит Танцуй, не стесняйся Танцуй, пусть ты тярится Танцуй, не стесняйся Пусть ты тярится, пусть ты тярится Танцуй Конечно, медиаторы разыграем От сердца оторвем Хорошо, будем тогда подводить итоги чуть позже А пока что я хочу немножко вас помучить, можно? Мучить, мы любим Вот так звездный сейчас Все просто, облицопрос, да? Давай Поехали, 10 вопросов на минутку, это серьезно Когда я слышу слово «змея» и еще понятия не имею, о чем речь Первое, что мне приходит на ум, это? Влага Если сравнивать музыку группы «Змея» с фруктами и овощами, то я бы сказала, что мы играем? Капусту Три кита, на которых держится группа «Змея» — это? А-а-а-а Все, три кита Сейчас что-нибудь придумаем Что? Бас-гитара-барбан Хорошо, а тогда твоя роль русалки тогда получается? Я же влажная Ответ от всех я хотела бы услышать Когда вы были маленькими, кем мечтали стать? Космонавтом Космонавтом Летчиком Пулеметчиком Я хотел Хотел Такой сложный вопрос, я хотел быть актером А я психологом хотела стать Хорошо, принято Я поняла, что мечты сбываются когда? Когда ты их не ждешь Правило, которым я всегда руководствуюсь в жизни — это? Никому не верь и сама никому не ври Самый сложный момент в истории группы «Змея» был когда? Когда у нас происходили смены музыкантов Если в группе вдруг возникнет спор, то решающее слово будет «за» Мной Так отвечает каждый участник, да? Нет, на самом деле Раньше был, кстати, другой человек, который решал спорные вопросы Но последние несколько лет эту миссию взяла на себя я Ответственно У группы «Змея» много поклонников, это очевидно, мы же прекрасны И все же есть один человек, которого мы особенно всегда ждем на концертах Это? Фотограф Который? Их много Вот, хорошо, вы слились воедино, господа фотографы А я думаю, что группу «Змея» ждет интересное будущее Например, через 10 лет мы Вернемся с... Да? Я просто плохо слышу, у меня уши... Откуда мы вернемся? У меня есть тур из штата Из Мичигана Пусть пока будет тур, там планы немножко другие Ну ладно Хорошо, а потом ты ищешь позже, расскажешь ребятам, я так понимаю, да? Ровно в эту минуту всем ребятам, смотрящим стрим, мы хотим сказать... Спасибо Следующая песня Дараканы Песня, наш кавер на группу Неродюбель Мы, наверное, навсегда возьмем себе в репертуар некоторые песни Дюбеля Таким образом продлевая жизнь наших музыкантов И уже ушедших в более интересный мир, я бы сказала так На сегодняшний день уже Юра Наумова и Александр Кулинкович Дараканы Я хочу за мной Я могу уснуть Ты, навигатор Не узнает твой путь Вроде бы так А может и нет У меня есть сосед У которого в кармане кастет Мы с тобой еще не знакомы А я пиво пью с насекомыми Идут навстречу А это значит А это значит Тараканы не плачут 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 Банночку открыл, пауки все разбежались Вроде бы в халатах, а все уж замрались Баста, карапузики, кончились романсы Помирать так с музыкой, ну а дальше танцы Мы с тобой еще не знакомы, а я пиво, пью с насекомым И тут навстречу, а это значит, а это значит Тараканы не плачут Тараканы не плачут Тараканы не плачут Холодно и жарко, все в одну посуду Праздник на столе, но я один не буду Что вижу, то пою А вижу я не очень Вчера еще ромашки А сегодня осень Мы с тобой еще не знакомы А я пиво, пью с насекомым И тут навстречу, а это значит, а это значит Тараканы не плачут Тараканы не плачут Очень непривычный формат сидя-петь. Так и хочется встать и прыгать. Но я тебя поздравляю с тем, что у тебя получается все-таки сидеть. Более того, что следующая композиция тоже будет примерно в ту сторону у нас отсылочка. Да, маленькая песенка тоже. Мы ее записывали в прошлом году как подарок для фанатов Неродзюбеля. К дню рождения Саши Куленковича. Сделали ее как экспериментальный такой вариант. И вот поперла нас в эту сторону, нам понравилось. Записали клип буквально за два с половиной часа. Все легко, непринужденно, все вот как по маслу. Очень замечательно. Ну и фанатам вроде я очень сильно переживала, очень боялась. Мне прямо аж трясло, колотило. Думаю, боже, как воспримут. Ну, то есть, во-первых, женский вокал. Во-вторых, не такой брутальный, как Саша. То есть, ну, у Саши такой образ, у него был простой, вот такой простой пацан. Поет простые мужские такие вот сердешные песни. Вот так. И тут такая девочка-припевочка села и спела песенку в более нежном исполнении. Но зашло. Я помню этот безумный концерт в Прайм-Холле, потому что, конечно, невозможно было его пропустить. Слишком много всего сделало. Да, да. И было очень, конечно, эмоционально, очень эмоционально. Тогда я почувствовала такое единство музыкантов. Это была действительно одна большая семья, такая огромная крю, которая сделала... Вот Саше повезло. Знаешь, вот я думаю, что многие ему позавидовали белой завистью, что вот так вот мы собрались и сделали. Саше повезло, и в этом очень классно, но в то же время очень большая заслуга его друзей. Да, вот самых близких, кто все это затеял. Кто подтянул нас всех туда, собрал, и что вот все получилось именно так. Что в Прайм-Холле сломали пол, пробили его. То есть впервые за всю историю пришло столько людей, что даже на руки вверх столько не приходило. Да, и проломили пол, танцуя под Сашиной песней. Потому что там были руки вверх, а тут ноги протаптывают. Все-таки немножко другие органы задействованы. Хорошо. Учитывая, что еще одно не самое веселое далеко, не самое веселое событие у нас случилось вот в этом году, когда не стало, к сожалению, Юры, возможно, я надеюсь все-таки, что у нас будет возможность еще встретиться с вами и повторить этот концерт, возможно, очевидно, в тоже немножко измененном составе, но, тем не менее, очень бы хотелось. Ты знаешь, я вообще за то, чтобы делать трибюты, чтобы не только группа Неродзюбель в качестве старых, новых музыкантов подтягивалась или менялись вокалисты, а чтобы собирались коллективы конкретно, делаются конкретные трибюты на Нирвану, на все известные группы. Почему? Нет, почему? Надо тоже так сделать. Маленькая песенка. Маленькая песенка. Маленькая песенка. Расцветали мы, расходились мы по друзьям-гостям, по чужим гостям. Не устать, дышать, дело мудрое, диво дивное, чудо чудное. Маленькая песенка. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все. Просто отделять крыс от солушек И держать в душе теплым хлебушек Много странного тут разбросано Только рядышком те, кто посланы Маленькая песенка в голове Маленькая песенка в голове, вот и все Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вера плавилась, била перьями И бросалась суевериями Ну, а мы поем свои занудые чудо-ари Про детство трудное Маленькая песенка в голове Маленькая песенка в голове Маленькая песенка в голове Маленькая песенка, в голове вот и все Маленькая песенка, в голове Маленькая песенка, в голове вот и все А у нас тем временем есть еще вопросы от зрителей. Есть ли клипы ваши на телевидении? И если да, то какие от меня еще вопросы? Хотите ли? У нас есть история о том, что мы заносили наши клипы на телевидение, и они крутились на MTV. Это такие, как «Откровенно так». Нет, если честно, «Откровенно так». Боже мой, какие-то еще клипы я относила. Сначала мне платили за них 95 копеек, а последний раз мне заплатили рубль 80 за последний клип. Как классно. Да, я помню, так вот мне заплатили за него, я к ребятам скинула, говорю, «Ребята, у нас гонорар, класс, супер, пойдем набухаемся». А сейчас я даже не знаю, куда их там нести. Честно, я не вижу необходимости в телеке в принципе, и вообще во всех соцсетях везде пишу, «Ребята, выключайте телевизор, он вам не нужен». То есть то, что там происходит, это просто как будто изверзлись какие-то в рта, и оттуда изливается все не то, что нужно в себя впитывать. Понятно. Про нашего Марсика. Вот замечательное прозвище, ник вообще в восторге. От какого выступления у вас устали самые яркие впечатления? Ну, из последних, самые яркие, вот как раз мы упомянули, прайм-холл, да, конечно, это не наш личный концерт был, но такой эмоциональный, вот. Молодечно. Молодечно тебя впечатлил? Тебе впечатлил молодечно? Молодечно это было, конечно, нечто. Молодечно было нечто. Да, там, кстати, это было самое большое, наверное, наше количество людей, которые мы собрали, но это была не наша публика совсем. Ну, все веселее. Тест, эксперимент. Фотки получились хорошие, да? Тоже важно, опять же. Еще один вопрос. Какая ваша заветная мечта? Ты знаешь, мечт много, но я не уверена, что они постоянные, они постоянно меняются. Сказать о группе, о том, что мы хотели бы завоевать какого-то всемирного, стать известными, нет, у меня никогда не было такой цели, то есть, по всей видимости, из-за этого, может быть, мы не ездим в тур. Галактики я не захватываю. Просто я люблю делать свое дело, и я хочу, чтобы оно не заканчивалось. Вот, наверное, это не мечта, это, скорее всего, желание. Желание того, чтобы это не закончилось никогда. То есть, чтобы это всегда музыка была в моей жизни, на протяжении всей моей жизни, до последнего вдоха. Как-то так. Тут, кстати, привет еще басисту передали. Что за бас у басиста, и какие там стоят струны? Классно звучите все. Шестиструнный карвин американский, отличный профессиональный бас, очень доволен. Струны, струны, да, всем рекомендую, хотя очень сложно до сих пор к шестиструнке привыкать. Струны эликсиры 120 стоят. Тоже отличные струны, впервые пробуем, да, и золотой зуб цыганский козырной. Это мощно, да. Вот все это сейчас, я думаю, что мы ее услышим. Это фисточка, это наша фисточка. Золотой зуб. Ради нее, наверное, в том числе нужно прийти обязательно 17-го. И пока что насладиться звуком. Во время звучания следующей композиции, правильно? Да, премьера новой песни. Подожди, ну, мы нет, подожди, мы пром не играли, Вовка. У нас будет премьера. Не блы ты меня. Играем пром, люди ее знают, это не очень долго ждут, чтобы мы ее записали, но мы такие капризные, гадкие, нехорошие, мы не записываем. Слушайте трансляции. Слушайте трансляции, да. Тоже верно. Святой, что тревожит льву, сегодня уже ровно на нулю, Закрепный у сердца играет губ, я ритм лаулю. Промни, промни солнца, солнца, так не копая солнца. Промни, промни солнца, солнца, так не копая солнца. Пишинь, ключ и два рубли, Мы сегодня боли, мы сегодня боли, чем вся бры, на город шаг, живет все бурить, а не гляди. Промни, промни солнца, солнца, так не копая солнца. Промни, промни солнца, солнца, так не копая солнца. Я к верам супромени, И сердцам заколплени, Жагает светло даже вся. Промни, промни солнца, солнца, так не копая солнца. Промни, промни солнца, солнца, так не копая солнца. Промни, промни солнца, солнца, нам не копая солнца. Промни, промни солнца, солнца, так не копая солнца. Вровне, вровне солнца, солнца, как не копая солнца. Вровне, вровне солнца, солнца, как не копая солнца. Вровне солнца, да. Как сказали досвеченные люди, что дошикаемся мы про мне у солнца. Пока что есть предложение к зрителям канала Music Market Buy. Подписываться на канал, ставить лайки, слушать хорошую музыку и делать покупки на Music Market Buy. Для зрителей сегодняшнего стрима промокод на скидку 10% сейчас на экране. Что до проекта, друзья, Music Market Live, он будет продолжаться. Следующий эфир у нас 29 октября. А пока у нас есть еще парочку волшебных минут, чтобы насладиться звучанием прекрасной группы Змея, которая сегодня вместе с нами. Спасибо большое с днем рождения вас. Конечно. Увидимся еще вживую обязательно и 17-го. Меня зовут Марина Савицкая. Соло ваше. Соло. Ну, спасибо, друзья, что вы смотрели этот эфир. Встретимся со всеми желающими присоединиться к нам 17 октября. Будем всех с нетерпением ждать. Будем все очень рады. В Тинтиро Клаб, который находится на революционной 9А. Сейчас мы сыграем песню, которую мы недавно презентовали клип. Для всех это было... Ребята, у нас вышел новый клип. Посмотрите, пожалуйста, мы очень старались, особенно над звуком. Сводили в Лондоне, записывали частично в Минске, что-то в Москве. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить. Я все, что знал, все сказал. Юный блогер Вова Картонка. Юный блогер Вова Картонка.